Срочно выполню ваш заказ по созданию сайта. Моя специализация Joomla и WordPress. Причем это может работать по-разному, отображаться по-разному. Разные можете сюда социальные сети выводить. Там Telegram, WhatsApp, Viber, ВКонтакте и другие ссылки. Плагин делится на бесплатную и платную версию. И мы будем рассматривать в этом видео бесплатную версию. Я хочу сказать, что бесплатных функций более чем достаточно. Да, в платной версии будут самые сладкие опции. Плагин. Это страница, где вы можете скачать данный плагин. Также эту ссылку и все ссылки, которые к этому уроку прилагаются, будут в моей статье. А ссылка на статью будет под видео. Итак, давайте рассмотрим данный плагин. Он у меня уже установлен. Вот его название. У него при активации плагина здесь в меню будет своя позиция. Посмотрим меню. То есть панель управления сначала перейдем. Здесь есть возможность создавать наборы контактов именно вот такими виджетами. Я полагаю, что это, наверное, можно использовать для разных страниц. Но создать новый виджет нам не дадут, потому что это будет в Pro-версии. Но, как я и сказал, будем рассматривать только бесплатные фишки. Вот ссылка «Создать новый виджет». То есть мы, получается, не можем создать новый в бесплатной версии. Обновить до Pro нам предлагают. Дальше. Виджеты аналитики. Это тоже в Pro-версии. Мы разбирать это не будем. То есть, чтобы вы знали, что здесь можно подключить еще аналитику, чтобы отслеживать эффективность контактов. На какие больше контакты там заходят и так далее. Форма обратной связи. Здесь будут отображаться ваши ссылки на контактную форму. Дальше. Рекомендованные плагины от самих этих же разработчиков, которые они рекомендуют. И ссылка «Обновить до Pro». Давайте перейдем уже в настройки. То есть один виджет, вот этот первый я уже создал. Вы его видите. Нажимаю напротив «Редактировать». Здесь очень удобно все, в принципе, реализовано. В три шага. Вот здесь наверху это можно видеть. Справа вы можете видеть, как это отображается уже демо-отображение. Да? То есть здесь даже вот это работает все. Не надо на сайт переходить. И иконочка мобильного устройства. То есть, как это выглядит на телефоне. Да, конечно, наверное, лучше будет смотреть на смартфоне вживую, как это работает. Здесь имя этого виджета называем. Смотрите, здесь просто мышкой нажимаете на те контакты, которые вы хотите, чтобы отображаться. Светятся те, которые у меня уже выбраны. Они отображаются ниже. Вы это видите. Давайте я это пока отключу. Позже я покажу, как работает. Здесь вот они все выводятся. По кнопке корзинки можно удалить. Кнопка закрыть. Ее можно тоже там не отображать. В углу здесь чат разработчика. Скорее всего, можно задать какой-то вопрос. То есть, смотрите, допустим, нажимаю на email. У нас появляется email. Причем можно местами, какая за кем идет. Добавляйте свой email. Email тоже будет отображаться. Вот так по корзинке это удаляется. Думаю, здесь понятно. Также здесь можно прицепить пользовательские ссылки сколько угодно. Я их две прицепил. Вот они. Какую-то ссылку повесить можно. Давайте ссылки я тоже уберу. И давайте смотреть дальше уже настройки. То есть, телефон. Если я телефон уберу, то вот даже в placeholder называется, подсказочка, нам показывает, как надо вбивать телефон. То есть, если мы вписываем телефон, вот я нажимаю на телефон, у меня уже открывается окно. И дальше откроется окно, если я зайду через смартфон, отображать, написать смс-ку, либо сразу позвонить. То есть, здесь это все работает. Ниже. Показать на устройствах. То есть, на компьютере можно скрыть. Давайте сохраним настройки. Здесь мы не видим. Давайте в реальном сайте посмотрим. Вы можете видеть, что не отображается телефон на компьютерной версии. Посмотрим через имитацию мобильного устройства. На мобилке мы видим, что телефон отображается. Захотели вернуть. Нажимаем на иконку. Она подсвечивается фиолетом цветом. Значит, у нас на компьютере она снова работает. Добавить агентов здесь можно. Но это только в Pro-версии. Вы это видите. Мы не можем туда перейти. Дальше настройки. Здесь цвет самой иконки. Можно даже произвольную палитру задать. Видим, иконка меняется. Пользовательское изображение вместо иконки для Pro только доступно. Изменить тоже для Pro. И текст позвонить, вы видели, он у нас появляется. Сейчас я ее отключил для компьютера. Короче, она, когда навозим мышь, появляется кнопка позвонить. WhatsApp. Хотите установить WhatsApp, ставьте номер телефона. Здесь выбираем Россия. Есть здесь отличия от позвонить и других социальных элементов. Например, тест. Можем нажать. Открывается начало диалога. Вижу, что я к себе попадаю. То есть, это работает. И здесь спрашивают нас, типа, все правильно вы настроили? Нажимаем, да, правильно. Еще здесь есть некое отличие. Вот здесь вот мы можем также видеть, допустим, пишем текст. Можно даже добавить что-то жирное сделать. Добавить какой-нибудь смайлик. Здесь нас спрашивают, открыть виджет чата при загрузке страницы. Да, нет, на ваше усмотрение. Здесь текст заголовок. Мы WhatsApp или любой заголовок. И name, то есть агент, кто будет сразу на связи. Имя агента. И цвет заливки бэкграунда поставить здесь. А также загрузить иконку агента, который отвечает в чате. Также настроить можно этот WhatsApp по-русски, всплывашку, если хотите написать по-русски. Дальше вот это у нас предустановленное сообщение. Они у нас для Pro. Использовать WhatsApp Web прямо на рабочем столе. Стоит галочка. То есть, именно для WhatsApp здесь настройки отличаются. У всех остальных там поскромнее идут. То есть, здесь, допустим, в Telegram пишем логин своего Telegram. Цвет, текст, как бы для телеги, все. Ну и давайте в WhatsApp посмотрим, как работает. Я сохраню настройки. Перейдем на сайт. Нажмем на WhatsApp. Вот такой вот вылезет чат. Видите, иконка загружена. Ник Федор. Цвет я поменял. Чем я могу помочь вам. И если мы здесь что-то напишем и нажму отправить, то текст не появится в чате. Нас перенаправит в веб-чат WhatsApp, где этот текст надо еще раз прожать, чтобы он в чате появился. Давайте посмотрим следующие настройки. Ну, дальше здесь все понятно. Можете выводить Instagram. Ссылку вешаем на ВКонтакте. Номер телефона на Viber, если его есть. Кнопка закрыть. Другие мессенджеры. Думаю, понятно, как здесь прицепить. Дальше мы переходим. Либо нажимаем далее, либо нажимаем прямо вот сюда на второй шаг. Здесь уже поинтереснее настройки. Здесь вид. Ну, вот этот вид мы не можем выбрать. Это для Pro-версии. Значки можем менять, но мы не можем обновить, загрузить значок свой, да? Потому что это для Pro-версии. Дальше. Положение слева-справа. Вот здесь, видите, справа будет в браузере отображаться. Пользовательские отображения мы не можем, потому что для Pro-версии. Состояние по умолчанию. Вот. Либо по щелчку, либо при наведении. То есть сейчас у меня работает при наведении мыши. А, по щелчку у меня работает, да? Открыть сразу по умолчанию, если выберем. И смотрите, при прокрутке, во-первых, это все зафиксировано, да? Вы видите, при прокрутке они значки всегда на виду, так сказать. Дальше. Показатели. Кнопку закрытия. Вот здесь даже мы видим, кнопку закрыть прячется, если она вам не нужна. Цвет значка виджета. Это цвет значка именно закрытия, если вы его оставляете. Размер, смотрите, вот этих всех значков, видите? Пользовательский. Даже можно задать пользовательский, или вот они S, это маленький размер. Дальше, смотрите, интересная штука. Если у нас вот эта штука свернута, то у нас есть возможность написать текст, который вы видите, он отображается вот здесь. Допустим, «Привет, как вам помочь?» Призыв к действию скрыть после первого щелчка, показать постоянно. Ну, чтобы постоянно вот этот призыв текста не показывать, решайте здесь. Цвет текста чёрный, вот этот текст, и фон подложки под текстом меняется здесь. Google Аналитику мы не повесим, бэкграунд эффект не повесим, потому что это для Pro-версии. Представление значка вертикально, горизонтально. Давайте это прям сохраним, посмотрим на сайте. «Привет, как вам помочь?» Вот так, при наведении. Вот я навожу мышь, контакты у нас вот так вот выскакивают, и текст прячется. Давайте я верну вертикально. Эффекты внимания стоит нет, и здесь немного эффектов. Вот эта сама иконка, видите, она пульсирует. Допустим, «Баунс» — это подпрыгивание. Я уже сейчас на сайте не буду показывать, вот здесь вот видно, она подпрыгивает. Отложенное сообщение. Смотрите, вот здесь на иконке появляется некое сообщение, что якобы там уже есть для человека какое-то сообщение. Здесь можно переключить сколько там сообщений, вот уже три. Цвет кругляша и цвет текста на вот этой троечке, на кругляша. И шрифт из предложенных. Я выбрал «Эйрил». Можно выбрать. Давайте посмотрим, как это на сайте. Обновляю сайт. Здесь стоит задержка в 5 секунд. Прежде чем появится виджет, вот вы видите, он сейчас появился. Мы сейчас дойдем до этих настроек. Видите, он все время, эта иконка все время будет пульсировать, подпрыгивать. И там такая троечка стоит, что якобы там есть три сообщения для человека. Ну, это дополнительный призыв к тому, чтобы человек обратился, посмотрел сюда. Здесь у нас настройки закончены. Переходим к третьему шагу. Вот здесь вот включение опции в 5 секунд. Говорит о том, что появится через 5 секунд сам виджет. Это хорошо, что этот виджет не будет тормозить сайт. То есть сайт прогрузится и появляются эти контакты. Показывать, когда посетитель собирается покинуть страницу. Все остальные полезные плюшки показать на страницах, на определенных. Все нижние вот эти моменты, это все мы не можем использовать в бесплатной версии. Мы видим кнопку обновить до про-версии. Вот такой вот интересный урок и самое главное очень интересный и полезный плагин. Думаю, многим он будет востребован, многим он подойдет. Я с вами не прощаюсь и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео. Пока-пока, друзья! Внимание! А сейчас о самом важном. Вы научились создавать сайты простые и сложные, дабы для этого у нас все есть. Крутые плагины и шаблоны. Сайт у вас готов, но вы замечаете, что ваш сайт очень долго грузится на мобильных устройствах на компьютере. Если вы еще не знаете, скорость вашего сайта вы можете проверить через специальный сервис под названием Google Page Speed Insight. Сервис очень быстро покажет скорость вашего сайта на мобильных и компьютерных устройствах. Реалии таковы, что сейчас нас интересует только скорость на мобильных устройствах. Если вы видите, что ваш сайт находится в красной зоне, вы уже сами понимаете, что это нехорошо. Но почему это нехорошо? Почему это плохо? На что это может влиять? Во-первых, неприятно. Сайт долго грузится. Вы это можете сами ощущать. Во-вторых, это может влиять на ваших клиентов. Люди могут просто со слабым интернетом не дождаться загрузки вашего сайта, а значит, вы теряете клиентов. Это будет плохо влиять на SEO-оптимизацию сайта. Поисковики видят и знают, если сайт не оптимизирован и долго грузится, это также будет влиять на поисковую выдачу. И вы можете быть только из-за этого ниже в топе 10 Яндекса Гугла среди ваших конкурентов, если у ваших конкурентов с этим дела обстоят лучше. Для тех, кто уже столкнулся и борется с этой проблемой и не может найти решение, перепробовали кучу плагинов. Я уж точно съел на этом собаку, перепробовал просто десятки плагинов, которые зачастую платные и нужно уметь их еще настроить. Никто из них не дает ощутимый результат. Да, у нас скорость увеличивается, скорость загрузки сайта, но это не те результаты, которые мы хотели бы видеть. И сейчас самое приятное. Решение найдено. Теперь я могу оптимизировать ваш сайт с гарантией от 90% на мобильных устройствах. Сайты на WordPress. Вы используете WooCommerce, Elementor, какие-то тяжелые темы. Мы с вами проведем диагностику всех плагинов, отсеем, какие плагины вы не используете, какие не нужные. Я дам нужные рекомендации. Возможно, какие-то плагины заменить на более интересные. И ваш сайт будет в зеленой зоне и вы забудете об этом. Ваш сайт будет просто летать. Никаких предупреждений, красных предупреждений в области оптимизации от PageSpeed Insight. Это все я исправлю. Сразу предупреждаю, услуга не из дешевых. Кто заинтересован, стучитесь ко мне в Telegram. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok